КОЛЕСО СМЕРТИ Зачем вам это? Потому что это интересно, потому что это добавляет адреналин. Нам очень нравится заниматься именно рисковыми жанрами. Видимо, в жизни просто не хватает адреналина. Возможно. Знаю, что из вас кто-то на первых репетициях упал с 12-метровой высоты. Кто это был? Это был я. Вопрос, правда, сложный. То есть и так заставить себя подняться на такую высоту не сразу получается, а вот вернуться в этот номер после падения. Как восстанавливались? Как возвращались? Долго ли это было? Ну, само падение было очень ужасное. И воспоминания об этом не очень приятные. Сложно было. Через полгода только начал приходить на репетиции. И тяжело было очень восстанавливаться. Тяжело было даже смотреть на эти репетиции, на само колесо. Но со временем преодолевая страх, как-то потихонечку вкатываясь. То есть начинал там сначала пешком ходить, потом уже немножко разгонять, бегать. Ну, так постепенно преодолевая страх, начал остановиться. А основная сложность вот в этом номере какая? Сложность в том, что никакой страховки не придумаешь никак. То есть она крутится постоянно. Все эти лонжи, троса, если там мы можем себя страховать, как на репетиции, мы не можем даже их использовать. То есть все так чисто идет, даже на репетициях. Нам приходится рисковать. А про саму конструкцию расскажите. Это какой-то специальный заказ? То есть я понимаю, не только у вас такая конструкция есть, но она стандартная, да? Нет, разные. Как бы там по-разному делать. Мы заказывали в Германии. То есть мы там более профессиональные, это все с опытом, люди, которые занимаются этими колесами разными. А вот объем этого колеса, ширина площадки, по которой вы ходите, она от чего зависит? Ну, не знаю, от длины ноги? Отличных предпочтений. Нам сделали большое немножко, да, 10 метров у нас там. Ширину там небольшую тоже. Ширину как-то подбирали сами, то есть смотрели, как удобно, то есть оптимально подбирали. Саму конструкцию делали очень долго, из-за того, что нужно было рассчитать, как это все сделать. Поэтому... Потом еще ее привезли в Россию уже там. Еще тоже знатные экстремальщики-парашютисты знают, что перед каждым прыжком собирают парашют самостоятельно. А есть ли у вас какие-то ритуалы перед тем, как выйти на арену вот в колесо смерти? Мы тоже самостоятельно все как бы готовим, никому особо не доверяем. То есть сами проверяем все троса, там, чекеля перед тем, как мы поднимаем колесо, это устанавливаем сами. Снимаем также сами его, чтобы все было правильно. То есть то, что ошибок не должно быть. То есть лучше самому все проверить, удостовериться, что это действительно надежно, и все как нужно сделать, что ошибка чреватая. Сами понимаете, чем. Да, понимаю. Одна моя приятельница боится высоты настолько, что даже когда ее везут по серпантину, она ложится на пол в машине. Вопрос к вам. Чего боятся Станислав Богданов и Иван Картавый? Мы, наверное, боимся тоже ошибок, которые не от нас зависят. То есть трос может порваться там или что-нибудь такое, что-нибудь неправильно натянули, в работе это как бы сказывается. Вот более таких и сознаем, что можно свалиться в любой момент оттуда. Такого. Ну да, случайностей. То есть никто не застрахован от несчастного случая. И чтобы уберечь себя, как-то мы все это, естественно, проверяем. Но иногда бывают просто случайности. Как часто репетируете? Каждый день. А сколько часов? Два-три где-то часа уходит на то, чтобы просто походить, порепетировать. Именно что-то новое внести. Это так. Ну, замечательно. Спасибо вам большое. Напомню, что у нас в гостях были экстремальные артисты, исполнители номера «Колесо смерти» Станислав Богданов и Иван Картавый. Ну, а наша программа продолжается. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!